здравствуйте я врач-эндокринолог врач-диетолог павлова ольга михайловна сегодня мы поговорим о том как убрать отеки очень многие пациенты примерно половина пациентов при снижении веса при сахарном диабете при нарушенной функции щитовидки жалуются на отеки и конечно же один из первых вопросов на приеме это как же избавиться от этих отеков будь то отеки лица которые на беспокоят каждый день будь то отеки ног рук брюшной стенки а бывает и отечность всего тела которое выглядит так как будто бы человек просто избыточный вес имеет это могут быть отеки для того чтобы говорить о том как убрать отеки нам сначала нужно разобраться какие же основные причины отеков первая и наиболее частая причина отеков это нарушенная функция щитовидной железы гипотиреоз как мы знаем щитовидная железа так называемая королева метаболизма это главный орган по регуляции нашего энергообмена то есть количество энергии скорость мышления наше настроение скорость метаболизма наша активность либидо и конечно же водный обмен это все то что под контроль на нашей щитовидной железе при снижении функции щитовидной железы то есть при синдроме минимальной тиреоидной дисфункции когда функция щитовидной железы не соответствует возрасту к примеру молодой человек анализы такие как будто бы тоже бабушка 80-летняя понятно что в 20 лет и 80 лет работа щитовидки будет разная а лабораторная норма 1 и поэтому когда вы сдали анализы не пришли к врачу там сами посмотрели вроде ничего вот это вроде ничего может соответствовать возрасту вроде ничего для 80 лет они для 20 или 30 так вот синдром минимальной тиреоидной дисфункции субклинический гипотиреоз выраженный гипотиреоз аутоиммунный тиреоидица сниженные функции щитовидки нарушение периферической конверсии т4 в т3 все это может давать отечность слабость сонливость снижение либидо ухудшение состояния кожи волос и ногтей это список жалоб у каждого второго пациента на приеме но даже более того у каждого второго человека в принципе если мы видим нарушенную функцию щитовидки по клиническим проявлениям по анализам ттг тт4 т3 реверсивный т3 то мы конечно же восстанавливаем функцию щитовидки когда отеки уходят очень очень быстро следующая частая причина возникновения отеков это нарушение работы почек главный орган который отвечает за водный обмен это наши почки при различных воспалительных заболеваниях почек гломеронефрит пилонефрит при нарушении структуры почек у нас меняется водный обмен и конечно же у нас идет задержка жидкости и отеки следующее это нарушение белкового обмена как бы прискорбно это не звучало но очень многие люди имеют дефицит белка да мы потребляем какое-то количество мяса мы не голодаем но очень часто либо нарушена структура питания то есть мы недостаточно употребляем качественного высокоусвояемого белка мы употребляем либо какие-то белковые продукты низкого качества колбасы какие-то котлеты непонятные да либо же у нас просто плохо усваивается белок сниженная кислотность желудке либо нарушение работы кишечника различные дисбиозы и так далее очень многие люди жалуются то вздутие то дискомфорт то жидкий стул по запоры ухудшение усвоение белка и сколько в мясо мы не съели она просто нормально не усваивается дефицит белка приводит к задержке жидкости в организме ну и плюс конечно застрадает опять же кожа волосы ногти и же с ними следующее друзья это инсулинорезистентность вроде бы чем провинился инсулин понятно набор веса понятно риски развития диабета там темный акантоз до изменения цвета кожи в складках так далее но почему же водный обмен потому что инсулин влияет на ренин ангиотензина ридостероновую систему почек то есть инсулин влияя на почки напрямую влияет на водный обмен и именно поэтому при инсулинорезистентности идет набор не только жировой клетчатки как говорят человек растет как на дрожжах до при инсулинорезистентности хотя вроде бы есть то не так уж и много а еще идет задержка жидкости когда мы правильную терапию инсулинорезистентности вводим у нас первые уходят именно отеки наши ученики в школе лечения ожирения инсулинорезистентности часто пишут доктор я всего неделю соблюдаю вашу диету у меня ушло 4 килограмма это вообще нормально или нет наверно сильно быстро это просто ушли отеки это нормально дальше идет более плавное снижение веса то есть мы снижаем инсулин за счет диеты за счет медикаментов у нас выходит жидкость это норма следующие друзья это избыток сладкого почему так потому что во первых глюкоза сама по себе задерживает воду это первое и второе избыток углеводов то есть сладкого рост инсулинорезистентности инсулинорезистентность влияние на ренин ангиотензина лидостероновую систему задержка жидкости прямая взаимосвязь следующая друзья это нарушенная функция надпочечников надпочечники не только кортизол вырабатывают но еще и альдостерон поэтому регуляция водного обмена конечно же идет то есть то влияние не только на артериальное давление но еще и на водный обмен в организме следующий это избыток молочных продуктов почему потому что во первых многие люди взрослые имеют непереносимость лактозы молочного сахара вздутие жидкий стул так далее многие люди имеют выраженную реакцию на белки молока в частности на казеин соответственно из-за этого попили поели молочки оттекли какой-то дискомфорт в кишечнике и так далее кроме того молочные продукты в частности творог имеют высокий инсулиновый индекс то есть стимулируют выбросы инсулина и опять же рост инсулинорезистентность задержка жидкости и следующие друзья это простая причина на которая встречается у многих это банальное переедание соли даже если человек не имеет привычку досаливать пищу если вы питаетесь покупными продуктами колбасы соленая рыба покупной хлеб покупные котлеты покупные продукты пересолены то есть мы употребляем не рекомендованные до 3-4 грамма в сутки соли как при домашнем питании питаясь в ресторанах питаясь готовой едой из магазинов мы употребляем 5-6 и более граммов соли в сутки уже именно в составе готовой еды что конечно же задерживает воду соответственно как убрать отеки первое мы выявляем причину отеков вашем конкретном случае то есть дали анализы функцию щитовидки ттг т4 т3 часто еще реверсивный т3 антитела проверили инсулин кортизол слюны до по надпочечникам проверили функцию почек креатинин скф электролиты про и проверили функцию печени проверили белок альбумин в крови посмотрели анализы по анализам все видно где проблема либо у вас белок низкий либо у вас функция щитовидки возрасту не соответствует либо вас инсулин высокий назначаем лечение заболевания которое вызвало отеки то есть там инсулинорезистентность лечим либо гипотиреоз синдром минимальной тиреоидной дисфункции лечим да и соответственно плюсом к этому адекватный воды водный режим то и жидкость ровно разносим в течение дня убираем избыток соли можем вводить мягкие мочегонные травки там всякий укроп конефрон почечные сборы и же с ними вводим адекватную диету до без избытков соли и углеводов богатую полноценным усвояемым белком и собственно отеки уходят очень быстро то есть если вы выявили причину отеков и плюсом ввели правильное питание понемножку движения до кровообращения лимфообращения выравниваем но одна-две недели у вас отеки ушли то есть убрать отеки зная их причину быстро не зная причину отеков работая вслепую но знаете если ходить в темной комнате в темной повязке понятно что будет много шишек на то же самое с терапией хотите правильно подобрать терапию сдаете анализы приходите к грамотному врачу который правильно прочитает ваши все анализы подбираете терапию все у вас эффект достаточно быстро больше информации о том как снизить вес как снизить инсулин вы узнаете в школе лечения о жиренде инсулинорезистентности на сайте ольга павла в рф ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и пишите о чем интересно услышать следующих видео будьте здоровы